Всем огромный привет! Сегодня будем делать очень необычное блюдо. Это куриную печень в необычном луковом кляре. Кляр получается очень вкусный. Для него нужно минимум ингредиентов. И у вас печенка будет просто потрясающая. У меня вот такая печень. Я ее помыла. Печень куриная здесь полкило. Обязательно понадобится мука, приправы. Я возьму чеснок гранулированный. Немножко укропа, одно сырое яйцо, лук и соль, перец по вкусу. Делается все очень быстро и вы будете довольны. Давайте вначале нарежем лук. В чашу блендера нарезаю лук. Можно лук потереть на терке или пропустить через мясорубку. Зелень нарезаем очень-очень мелко. Из лука делаем кашицу. Лук я переребила блендером. Добавляю сюда одно яйцо. Вот так. Одну столовую ложку майонеза. Про майонез, кстати, я забыла сказать. И все перемешиваю до однородной массы. Выливаем нашу массу в глубокую миску. Вот так все получилось. Берегите глаза, потому что вы будете плакать. Масса получилась такая очень насыщенная, луковая. Теперь я сюда добавляю зелень. И по вкусу соль. И черный молотый перец. Все хорошо перемешиваем. И начинаю добавлять муку. Муку добавляю. Обязательно перемешивайте. Нам нужно сделать кляр, чтобы он напоминал такую густую сметану. Примерно 15-20%. Вот такой примерно по густоте должен получиться кляр. Не забудьте сюда добавить по вкусу свои любимые приправы и специи. Я добавила гранулированный чеснок. Далее наливаем на сковородку масло. Прогреваем. И будем обмакивать кусочки печени. Я печень предварительно очень хорошо помыла. Разрезать я ее не буду. Сейчас я вам покажу. И вот так прям, вот так, буду обмакивать в кляр и жарить. Печень можно еще предварительно обмакать в муку, а потом в кляр. Выкладываю печень на разогретую сковородку и обжариваю с двух сторон до готовности. Пока у меня жарится первая партия, я вторую отправила в кляр. Вот так, чтобы она немного еще промариновалась в луке заодно и пропиталась нашим луковым ароматом. Ну и вот такая у меня печенка в луковом кляре получилась. Этот кляр можно использовать не только для жарки печени, но также можно пожарить и рыбу, и курицу, и мясо. Получится очень вкусное. И мясо внутри сохранится нежное. И сочное. Сейчас я вам покажу такую печеночную печеночку в разрезе. Вот такая она получилась сочная. Все прожарилось. Специально сейчас буду ее есть. Она очень-очень горячая. Поэтому пробуйте, делайте. Это очень бюджетно и очень вкусно. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И заходите в группу ВКонтакте. Вступайте, делитесь моими рецептами со своими друзьями и знакомыми. Всем огромное спасибо. До свидания и пока. Субтитры сделал DimaTorzok